Всем привет! Меня зовут Евгений Базаров. Я психолог-травмотерапевт, гипнотерапевт и системный расстановщик. Я помогаю мужчинам и женщинам избавляться от психосоматических симптомов, страхов и других дискомфортных чувств, а также работаю с бессознательными ограничениями в сфере отношений и личных финансов. Вот далеко не полный перечень тем, с которыми я работаю каждый день. Я использую авторский метод работы с детскими травмами и другими бессознательными ограничениями, что позволяет достаточно быстро и эффективно создавать значимые изменения в чувствах и поведении моих клиентов. В этом видео мы поговорим о таком интересном феномене нашей психики, как проекция. Я подробно расскажу о том, что это такое, как возникают проекции, приведу примеры типичных проекций в нашей жизни, а также расскажу о проективных инструментах, которые используются в психотерапии для работы с этим феноменом. Если вы хотите прийти на группу по системным расстановкам и увидеть всё своими глазами, под этим видео вы найдёте ссылку на мой сайт. Там же вы можете скачать памятку для заместителя и гид по системным расстановкам. Не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на наш канал. Итак, под проекцией я понимаю перенос образа из бессознательного человека на другого человека, ситуацию или другой объект. Вот сейчас здесь на рисунке изображен тест Роршиха и он здесь для того, чтобы продемонстрировать, как работает проект. Вы можете посмотреть сейчас на эту картинку и буквально за 2 или 3 секунды вы начнёте видеть в этом пятне чернильном некоторого рода образы. Например, я смотрю на эту картинку и в верхней части я вижу что-то похожее на летучую мышь или на тыкву хэллоуинскую из американских фильмов или каких-то сгорбленных людей в нижней части этого пятна. И проекция работает именно так. В принципе, это просто чернильное пятно. Но моё бессознательное проецирует на это чернильное пятно что-то, что оно начинает узнавать. То есть оно перебирает некоторые образы из памяти и когда находит некий подходящий образ, оно начинает его там, скажем так, узнавать. Это происходит абсолютно неосознанно, вам не нужно ничего контролировать, но эти образы вы просто начинаете там видеть. Это то, как работает эффект проекции. То есть, подобно тому, как в этом чернильном пятне мы можем увидеть что-то, точно так же что-то мы можем увидеть и в другом человеке, в ситуации, которая происходит, и в любом другом объекте. Если это что-то напоминает нам о чём-то травматичном из нашей жизни, то мы также будем чувствовать чувства, которые связаны с той ситуацией, которую мы спроецировали на ситуацию нынешнюю. Например, страх собак. Человек видит собаку, и у него есть некий образ бессознательным, где собака с ним делала что-то страшное, то есть некое травматичное переживание. То есть, например, в детстве на человека налаяла собака, когда он был маленьким, или укусила его, или набросилась. Вот, и теперь человек, собак боится. Да, понятно, что он боится не ту собаку, которая здесь и сейчас, да, он боится ту собаку, которая была там и тогда. Да, просто образ той собаки проецируется на эту, да, и это вызывает сильное чувство страха. Вот, и это пример неосознанной проекции. Вот, кроме этого, мы можем использовать проекции осознанно, да, с помощью эффекта переноса. Например, мы можем специально, да, перенести некий наш внутренний образ на что-то внешнее, да, на какие-то якоря. Ну, например, когда ребенок играет в игры, да, он тоже свой внутренний образ переносит на игрушки, например. Вот, и точно так же, да, в психотерапии мы можем наш внутренний образ перенести на внешние объекты, да, например, на заместителей, или на фигурки, или на куклы, вот, или на листы А4, или на другие, на какой-то другой инструмент, да, и с этим образом мы таким образом сможем работать, да, потому что возникла осознанная проекция, осознанный перенос. Вот, другие примеры проекции, да, это узнавание незнакомого человека на улице, да, когда в лице человека, который идет мимо нас, мы видим некий образ из нашего бессознательного человека, который нам знаком, и человек нам кажется смутно знакомым, когда подходим ближе, понимаем, что нет, мы его не знаем. Вот, сильное сопереживание персонажу книги или фильма также является примером проекции, да, мы проецируем что-то свое на этого персонажа, да, и то, что происходит с этим персонажем, да, оно как будто бы происходит с нами, и мы сильно сопереживаем тому, что с ним происходит. Вот, эффект дежавю также является примером проекции, да, когда наш внутренний бессознательный образ синхронизируется с образом внешним, да, с тем, что происходит снаружи, вот, и то, что происходит снаружи, нам кажется смутно знакомым, как будто мы это уже где-то видели. Вот, в момент проекции чаще всего происходит регрессия к ролям, чувствам и поведению из проецируемого контекста, да, например, не знаю, при ссоре с партнером, да, ну, в личных отношениях, да, партнер хлопает дверь и уходит, там, уходит из дома, например, да, и в этот момент может возникать, если на партнере есть проект со значимой фигурой, например, родительской, да, так чаще всего бывает, потому что находясь в близости с другим человеком, мы так или иначе проецируем наш предыдущий опыт близости со всеми другими людьми, да, и в первую очередь, конечно же, опыт близости с родителями, вот, и если человек поступает как-то так, что напоминает нам о неком травматичном переживании с детства, например, да, например, когда мама нас оставила надолго одних в детстве, да, когда мы были совсем маленькими, вот, это может вызывать сильные чувства, сильные переживания, да, например, партнер вышел за хлебом, вот, а мне кажется, что меня бросили, оставили навсегда, да, и возникают сильные чувства страха, там, покинутости, да, чувства одиночества, отвержения, и это пример, да, того, как возникает регрессия к чувствам и ролям из того контекста, который спроецирован, да, в этом случае возникает регрессия к чувству одиночества маленького ребенка, да, когда мама оставила его надолго одного, вот, здесь на картинке изображен ребенок внутри взрослого человека, и в каждом из нас такой же ребенок живет, да, который благополучно проецирует всякие ужасы на окружающий мир, на поступки ближайшего окружения, вот, и системная расстановка, она использует проекции намеренно, да, для работы с внутренними образами клиента, ну, поскольку я являюсь также системным расстановщиком, да, и этот метод один из основных, который я использую, если говорить про проекции, да, то стоит сказать также и о неких проективных инструментах, которые осознанно используют этот метод. Вот, какие типичные проекции, да, нам всем знакомы, да, мы благополучно в большинстве случаев проецируем наши предыдущие отношения на отношения с текущим партнером, да, и часто бывает, что если партнер делает что-то, что напоминает нам о предыдущих отношениях, мы регрессируем к тем чувствам и к тому поведению, да, которое было у нас в предыдущих отношениях, да, мы благополучно проецируем отношения с нашими родителями, да, на отношения с нашими партнерами, мы проецируем травматические ситуации с детства и с коллективной памяти нашей семьи, да, на похожие ситуации в нашем текущем опыте, да, и в связи с этим мы можем чувствовать, там, неадекватные чувства страха, вины, обиды, гнева, да, в ситуациях, в которых, по идее, мы таких чувств чувствовать не должны, да, и благополучно проецируем предыдущий опыт на текущие цели, да, если раньше мы цели каких-то там не достигали или сталкивались с какими-то проблемами, очень часто мы повторяем эти сценарии в нашей текущей жизни, да, с нашими текущими целями. Ну, это примеры таких типичных проекций, понятно, что их гораздо больше, вот, и всегда есть чем поработать, скажем так. Соответственно, когда мы работаем с проекциями, да, это всегда максимально эффективно с точки зрения изменений, да, потому что работая с проекциями, мы можем понять, да, когда мы проекцию обнаружили, когда мы поняли, какой контекст проецируется на текущую ситуацию, да, этот контекст разделили, мы можем, соответственно, найти причины, да, почему эта проекция возникает, и с этой причиной поработать, да, именно в том месте, где она возникает. Ну, например, если мы берем страх собак, да, и видим, что на вот этого вот маленького пуделя, да, проецируется та страшная собака, да, которая напала на меня в возрасте трех лет, да, мы можем благополучно разделить, да, эти два образа, понять, что эти собаки, они разные, вот, и мы можем поработать как раз-таки с этой травмой, да, трех лет, когда собака напала, вот, вот, и работая с этим образом, мы избавляемся, да, от этих проекций в будущем, вот, и страх перестает в дальнейшем беспокоить. Существуют различные техники, да, проективные, которые работают с проекциями, существуют различные виды якорей, на которые можно осознанно переносить образы, да, то есть использовать как некий приемник, для проекции, да, если можно так сказать, в том числе в расстановках, да, кто-то работает в рамках расстановок с проекциями, да, кто-то работает просто с проекциями, да, там на метафорических картах, например, вот, но все это оказывает сильный эффект на сознание, потому что сознание оперирует образами, и любое изменение во внешнем образе, да, когда мы работаем с проективным инструментом, вызывает изменения внутри, вот. Метафорические карты, да, вот они здесь изображены на экране, очень простой, понятный любому человеку инструмент, да, который можно использовать для проекции. Фигурки, игрушки любого рода, да, на которые мы можем переносить какие-то образы. Стулья, да, вот горячий стул с гештальтерапией, это тоже, в принципе, это тоже, в принципе,